Подруга из Германии хочет подарить мне лошадь. Оттуда. Я её спрашиваю, а как ты её довезёшь до Москвы? Она смеётся, верхом доеду. Неужели это правда? Как лошадей перевозят на большие расстояния? Алина Вересаева, Москва. Уверен, что на такой сложный вопрос может ответить только Андрей Туманов. Чтобы ответить на ваш вопрос, дорогая Алина, на этом комфортабельном автобусе, где есть даже душ, я проехал практически тысячу километров и абсолютно не устал. А вы знаете, это и есть то, о чём вы спрашивали. Коневозка. Давайте покажу. Вот, посмотрите, это и есть комфортабельная современная коневозка. Здесь всё есть для нормальной жизни лошадок. Это пятиместная, а вернее, пятилошадная коневозка. Посмотрите, вот так вот делаются отделения. Видите, вот между ними располагается как раз лошадь. Это, кстати, специальное покрытие, чтобы лошадке было комфортно об неё тереться. А вот это вот поилочка и кормушка. Сюда наливается вода, вот лошадки вот так вот стоят, можно попить. Потом, если надо, сюда кладут сено или овёс. А вот это вытяжки. Кстати, никакого запаха здесь нет, потому что кроме вытяжек здесь, кстати, ещё и кондиционер. Температура здесь поддерживается всегда комфортабельная. Вот эта полочка, полочка, это не для чемоданов. Это в основном для попонок. Может, сюда ещё подковы кладут. А вот это вот видеокамеры, чтобы из того комфортабельного отделения для людей, хозяева могли наблюдать за своими лошадками. Как они здесь, не беспокоятся, хорошо ли им. Ну, по крайней мере, тысячу-две тысячи километров вполне лошадка может проехать на такой коневозке. Ну, конечно, если хотя бы иногда её выводят погулять на свежую травку. Но сейчас я приведу сюда настоящего пассажира. Сначала давайте подготовим коневозку к дальней дороге. Нам понадобятся опилки, чтобы постелить на пол. Вот, рассыпем их здесь. Так, отлично. А в дороге нужно будет покушать вот такой вот ароматный бутерброд из сена. Так. Вот, положим как раз здесь, в кормушку. Ну что ж, за пассажиром. Конь! Ну что, конь, пошли. А вы знаете, что в 1910 году казачка Александра Кудряшова проскакала верхом на лошади более 9 тысяч верст из Харбина в Петербург. Не знаю, Алина, сможет ли ваша подруга из Германии доскакать верхом на лошади, ну а мы с моим товарищем Пухом выбираем вот такую вот комфортабельную коневозку. Пошли? Пойдем. Пойдем. Пух. Пойдем. Пойдем, смотри, я тебе сено дам. Пойдем. О, о, Пух. Пошли. Сено поедим. Я тоже буду есть сено. Пойдем, пойдем. Пошли. Сено нормально. Тут тихо. Никого нет. Тихо, тихо. Пошли, пошли. Ну хоть посмотришь, мир посмотришь, а? А так ты будешь в этой конюшне. Пошли.